Доброе утро, все мои дорогие! Доброе утро, мои девчонки! Иду, девчата, на работу с самого утра. Работаю в каждый день. У меня вчера был день перестановки мебели. Всё переделала так, как мне нравится. Девчонки, бегу, потому что едет мой поезд. Чуть не опоздала на метро, но добежала. Мне надо вовремя прийти, там меня женщина ждёт, которая ночью одежурила с моей бабушкой. Девчата, что я вам хотела сказать? Вчера у меня день был перестановки мебели. Мне комната досталась очень большая, наверное, метров 30 квадратных. И там так много мебели было, что-то было закинуто так, как будто вот сама свала выкинута, и непонятно. Были две кровати по бокам, и стол шикарный, стулья такие, как сейчас модные, такие мягкие, большие, как кресло, 4 штуки. Шифонер, сервант там есть, такой комод. Комод, не сервант, а комод. Ой, журнальный столик такой красивый, с креслами, такой уголок. И мне это всё не нравилось. Я взяла, вчера пришла, закупила продукты, потому что сегодня магазины не работают. И купила рыбу, купила мясо, свинину. Купила вот этот вот комплект для борща, девчата. Где сельдерей, пастернак, морковка, репчатый лук. Вот мне нравятся эти наборы. Мне нравится. Там весь комплект. Рубль, евро 80 чем-то заплатила. Но там очень много вот этих вот овощей. И мне хватает дома даже на два борща больших. А мне одной тут хватит на целые четыре. Борщик должен быть со всеми вот этими овощами обязательно. Иначе им будет невкусно. Девчонки, и пришла домой. Поставила, сделала кляр. Поставила рыбу жарить на маленьком огне. И филеечку, рыбу купила филеечку. И давай двигать мебель. Соединила две кровати вместе. И получилось как спальня. И если моя кровать стояла вот так, что дверь открыта и меня полностью видно, то я сдвинула их к этой другой стенке, которая за дверью. Прям посередине. Томбочки там прикроводные есть хорошие. А в этот угол, где у меня видно, я поставила вот этот журнальный столик и два кресла. И мягкие подушки по цвету кресел. Всё так добротно. И комната такая большая. На всю стенку у меня окна. На всю стенку. Большие чёрные окна. Как везде тут побеленные стены. Но мне нравится такой стиль. Мне такой стиль нравится уже больше, девчата. Чем вот наши обои. Но будем говорить, если у меня обои, так они нехай не будут уже там дома. Может быть, когда-нибудь, когда у меня будет внахновение, я возьму и переклею. Если у меня будет настроение. Пока я этого делать не хочу. Когда снимаю и бьёт солнце в камеру, у вас ничего не видно. Переделала девчата на свой лад. Пожарила рыбку. К девяти часам я уже всё это закончила. Села в коридоре у меня. Я же вам говорила, что в коридоре у меня есть интернет. И там стоит тоже хороший стол и кресло. И я там ужинаю. Пока ужинаю, пишу вам комментарии, говорю со своими близкими. И мне подбирают какую-то другую комнату. Здесь интернет круглосуточно. Но там так много народу. И там так шумно, что я, наверное, отсюда не выйду. Тут только три комнаты или четыре. Я никого не вижу. Все работают. У всех график свой. И мы почти там не встречаемся. И мне тут очень спокойно и хорошо. И моя дверь закрывается в коридоре. Что мы заблокированы от всех. От всех. Вот коридор, который закрывается. И каждая дверь, которая закрывается. Полная тишина. Девчата. Покушала я рыбочки. Поговорила со всеми моими домочадцами. И пошла девчата спать. Пошла спать. Приснилась Каролинка. Не помню как. Я так обрадовалась и проснулась. Я даже не помню как. Сегодня такая вот совсем не уставшая. Вот я сегодня работаю. Девятый день, по-моему. Да, девятый день. Без выходных. И, конечно, мне тяжело вставать по утрам. Очень тяжело вставать по утрам. Потому что я привыкла спать до восьми, до девяти. А тут в шесть часов вечера надо... В шесть часов утра. Шесть часов вечера. В шесть часов утра надо уже вставать. Надо вставать и бежать. Но вы знаете, меня так подстегивает вот этот режим. Пока у человека есть режим, пока у человека есть цель, значит, он живет. И я работала на режимном предприятии. Мне это очень хорошо знакомо вовремя, везде. И все успевать. Надо делать так, чтобы все успевать. И меня это подстегивает, этот режим. Тяжело только первые вот две минутки, пока встала из кровати. Встала из кровати. Вот. Приняла душ. Сделала причесочку. Просушила волосы феном. Вы же знаете, что я просто сушу феном. Просушила волосы феном. Опять и делала на себя макинтош. Наверное, все лето буду ходить в этом пиджачке. Потому что утром холодно. Очень еще холодно. Бегу. Меня моя подопечная вчера ждала. Я еще буду рассказывать, о чем мы с ней разговариваем. Но потом. Утром меня ждала прямо у дверей. Я зашла, еще восьми не было. Она стоит одетая, обутая. И говорит, пошли гулять. Пошли сразу гулять. Я ее так приучила долго гулять. И когда мы с ней выходим на улицу, мы начинаем обе зевать. Мы обе зеваем. Я ей говорю, видите, что делает свежий воздух? И посмотрите, тут везде, вокруг, как в лесу. Тут, как в лесу. Очень много кислорода. Поэтому наш организм насыщается, когда мы выходим на улицу, насыщается кислородом, девчата. Поэтому мы и зеваем. Наверное, пройдусь я другой стороной. Другой лестницей, чтобы еще минутку вам заснять. Ой, боже. Вот детки, как вчера играли, вот так вот садятся, так оставляют игрушки, даже не боятся. Вот коврик у них мягкий. И через ночь вот это все так и остается. Вот что значит Германия. Вот что значит, никто ничего не тырит. Ничего. Я смотрю, девчата. Вот самокаты. Самокаты без... Абсолютно не пристегнуты. Если вы там видите далеко, самокаты дорогие. Вот эти, которые едут на бензине, наверное. На бензине, а может, аккумулятор у них, я не в курсе. Везде, на каждом углу. Вот остановился посреди этой дорожки, и далеко дом смотришь, он его оставил и пошел. У нас бы так. Наши, когда сюда приезжают, начинают сразу тырить. Но я хочу сказать, что у этих вещей есть чипы. Их сразу определяют где. Даже до 5 метров. Если кто-то захочет это стырить, милиция его найдет, прямо придет к его дверям. А наши же глупые не понимают. И тырят. И тырят, и попадают в тюрьму, девчата. Как всегда, с вами ваша Марина. Я уже дошла. Вот тут такой кустик, он мне так нравится. Вот этот кустик мне очень нравится. Как всегда, с вами ваша Марина. Темки, темки, пока-пока, девчата. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok